МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый состав Верховного Совета взял социальную направленность. В итоге наша республика, в отличие от многих регионов России, где еще только разрабатывают ряд региональных законов, уже приняла их и живет по новым правилам. К примеру, в июне депутаты одобрили закон об образовании. Хакасия стала одной из первых в стране, кто с 1 сентября подчинится обновленному законодательству. Всего только 6 субъектов Российской Федерации до июня месяца приняли такие свои базовые законы об образовании, что говорит о том, что для нас это тоже одно из направлений, приоритетно считается. В этой связи для нас принципиально было принять еще и целый ряд законов, в том числе и в самом бюджете республики, где идет постоянное повышение заработной платы работникам образования. Мы успешно с этой задачей справились, вот к концу нашего созыва. В отличие от прежнего, в новой редакции закона увеличили число льгот. Теперь родителям не нужно будет покупать учебники для своих детей. Властей обязали обеспечить книгами все школы, не исключая средние и старшие классы. А вот родителям тех дошколят, кто вынужден посещать частные детские сады, будут компенсировать 10% затрат. Кроме того, в Хакасии убирают начальное профессиональное образование. Его сливают со средним профессиональным, которое, кстати, переходит на бесплатное обучение. С нового учебного года платными останутся лишь отдельные специальности. Достигли такого результата, несмотря даже на то, что на участь пятого созыва выпало время реформирования. Большие перемены произошли в здравоохранении, когда медицину звалили на плечи регионов. Пришлось еще тщательнее планировать бюджет республики и искать возможность привлечь дополнительные деньги из центра. Парламент сориентировался и в этой ситуации. Принял базовый закон об основных гарантиях в сфере здравоохранения Хакасии. А также занял вполне четкую позицию. Любое качество, в том числе и в медицине, зависит прежде всего от кадров. Привлечь специалистов при дефиците во всех регионах – задача не из легких. Но и здесь наша республика сегодня готова конкурировать по количеству мер социальной поддержки. Была принята целая серия законов, которые повышают оплату труда работникам здравоохранения и дают возможностям тем, кто выбрал эту профессию медика, естественно, получить меры социальной поддержки от государства. Тех, кто выбирает профессию медика, не только работающих в городе, но и на селе, соответственно, поддержка. И эта сумма, в общем-то, немаленькая – 1 миллион рублей. Еще один момент, которым могут гордиться сегодня депутаты 5-го созыва – это количество привлеченных федеральных средств. Вместе с правительством республики парламент добился дополнительного финансирования из центра. Суммы, которые поступили в бюджет в качестве дополнительных, порой превышали объем основных поступлений. Вот эта единая команда и органов законодательной и исполнительной власти, она и обеспечивает какое-то поступательное движение вперед субъекта в целом. Это, в общем-то, и не миллионы, и даже не сотни миллионов, это уже миллиарды, полтора миллиарда, которые говорят о том, что в Российской Федерации Хакасию не только знают, но и поддерживают. Она находится на передовых позициях среди других субъектов Российской Федерации. За 4 года сделано многое, но далеко не все, что хотелось. Сегодня ждут своего рассмотрения еще ряд важных для Хакасии законопроектов. Но их обсуждением займется уже новый шестой созыв Верховного Совета. Это были все события парламентской недели. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Всего доброго!